Партия Ринаш-Теревозрождение провела масштабную акцию, посвященную завершению предвыборного периода и охватившую разные регионы страны. С утра представители политформирования в Камрате возложили цветы к памятнику славы героям-освободителям, после чего стартовал автопробег. По их словам, цель нынешней акции – призвать граждан сказать «нет» на конституционном референдуме, который пройдет 20 октября. Сегодня мы едем в Аргеев, чтобы все вместе помолиться, потому что вера для нас действительно важна. Это нас сплочает, это дает нам какую-то поддержку. Сейчас, когда ситуация так нестабильна, это как никогда важно. Я призываю каждого жителя Республики Молдова, кто действительно переживает за будущее своей страны, выйти на выборы 20 октября и поставить «нет». Поставить «нет» референдуму и поставить «нет» этой «желтой чуме». В автопробеге участвовали сотни машин с влагами «Анти-ЕС» с надписями на машинах «Против Европейского Союза». Представители и сторонники партии из Камрата, Кишинева и Бельц направились в село Курки Аргеевского района для участия в пресс-конференции по итогам предвыборной кампании. В Кишиневе активисты партии «Ринаштери Возрождения» возложили цветы к памятнику Штефану Челмари, который является символом нашей страны. Как заявили участники, они выступают за сохранение суверенитета Молдовы и против нынешней власти, пытающейся уничтожить наше государство. «Для нас Штефан Челмари является символом суверенитета, государственности, молдовинизма Республики Молдова. И на сегодняшний момент именно то, что он защищал, стало как никогда актуальным. Мы видим, что сегодня над Республикой Молдовой те же самые угрозы, те же самые вызовы перед нами, которые когда-то были отвоеваны и которые когда-то отстоял Штефан Челмари. Представители и сторонники политформирования из Бельц также выехали организованной колонны в Курки после того, как возложили цветы к памятнику солдатам-освободителям. При этими мероприятиях мы хотим показать действительно, что Молдова может гордиться своей историей, у Молдовы есть своя история, что мы не хотим быть рабами Европейского Союза и быть марионеточным государством. Символично перед выборами 20 октября мы собрались перед памятником воинам-освободителям в городе Бельце танка Т-34, дабы возложить цветы, почтить память всех падших воинов за нашу общую победу. Во время акции не обошлось без провокаций. Бельские полицейские попытались остановить колонну машин, запрещая им продолжать движение. На данный момент в городе Бельце полиция начинает препятствовать началу движения машин на Курки, на монастырь, отсылаясь на то, что якобы у нас нет авторизации. Хотя у нас авторизации, мы сколько автопробегов проводили, авторизация никогда не должна даваться. Мы просто уведомляем органы о том, что мы собираемся провести автопробег. Но, к сожалению, сегодня используются двойные стандарты. Спустя некоторое время полицейские все же разрешили манифестантам выехать. Таким образом, три большие колонны машин под флагами Молдовы, партии «Наш Теревозрождение» и призывами голосовать против на референдуме с юга центра и севера страны направились в символичное место – монастырь Курки. Следует отметить, что партия «Наш Теревозрождение» зарегистрирована как участница референдума. Агитирующая за ответ – нет. Продолжение следует...